добрый день уважаемые зрители подписчики канала и все задаются вопросом куда пропал этот очкарик очкарик херащит на работе вот сегодня закончил вчера начал сегодня вот обед закончил такой диван швея пошила все идеально за исключением вот этих подголовничков задолбался делать пришлось подклеить по бокам поролон великовато немножко разобрал вот эти два кресла реклайнеры не знаю кто будет шить швея одна профессиональная но вторая может быть тоже профессионально просто работала в другой сфере вот ей дали вот этот заказище большой который клиент там уже рвет волосы на всех своих участках тела такое рабочее место вот это вот уже готовая продукция один стульчик привезли я сделал клиент оценил привез остальные 5 стульев они шатаются их надо склеить и перетянуть в ткань поменять поролон этот диван здоровый короче ждут в понедельник недельник он естественно не поедет мне бы хотя бы обить две секции из четырех хотел сказать передать привет ольге гордиенко и филудин значит аслан сейчас звонит задолбал разблокирую разблокирую они сказали что не дадут денег на продление на продление квартиры снять аслану и бульбашу если маэстро нас не разблокирует так вот филудин и гордиенко я вас разблокировал заходить писать но предупреждаю если вы не пришлете видео с извинениями за все ваши поступки то что в этом увеличили сумму в несколько раз которые присылали посчитайте конкретно ульга гордиенко 20 ты присылала и вот или четыре с половиной все-таки или пять с половиной сколько-то тысяч прислала маэстро за полгода вот и на что и ты филудин 30 тысяч ты прислал маэстро или все-таки восемь или девять посчитайте определитесь и жду видео именно видео жду с извинениями не будет значит так и будете сидеть в помойном ведре не будете вы общаться на этих каналах пока я здесь имею свое слово всем остальным моим уважаемым подписчикам зрителям канала всего хорошего добра хорошего настроения позитивчика успехов в работе во всем на свете вот значит зарплату мне задержали на неделю 6 я получил сегодня у нас какое 8 вечером получил третью часть значит погасил третью часть от зарплаты погасил частично долги перед моими подписчиками кто давал мне в долг огромная благодарность ребята простите что так но рассчитаюсь я полностью по долгам потихоньку помаленьку зарабатываю рассчитываюсь с долгами всем позитива хорошего настроения смотрите видео задавайте вопросы сегодня кстати всех с пятницей можно даже бухануть сегодня немножечко вот такой завал тут у нас какой-то такой цех прекрасный замечательный тепло светло и мухи не кусают всем добра сегодня пятница может быть если хватит сил и времени выйду сегодня вечерком в эфир так особо рассказывать нечего нудные обыденные дни рабочие ничего не происходит работа дом 9 утра на работе 7 часов с работы вот еще по дому там шуршу потихонечку все всем добра на связи все есть в описании кстати ребята кто хочет пообщаться значит пишите в личку телефон e-mail все есть в описании кто желает помочь материально каналу тоже все в описании канала есть информация кто помогал материально морально ребята огромное спасибо всем приятного просмотра до до будущих встреч какие краски осенние вот это прям аллейка меня радует красные желтые красота друзья ну и пока грузится видос какой сегодня 1 октября это видео выйдет не знаю не скоро но так чтобы было понятно в плане временного выкладывания видео в отличие от годовалых и двух годовалых видосов на других каналах вот сегодня значит 1 октября вы смотрите ролик про тумбочки ну вот это я не знаю когда доделаю смысл в чем вот сейчас монотонная работа значит удаляю извлекаю скобу все извлекая скобу аккуратно почему аккуратно вот эти вот задние части кожзам он не меняется в целях экономии правда я не понимаю такую экономию кожзам 3 рубля ведро стоит можно было 45 метров купить и поменять вот эти задние части где кожзам обит вот такой вот огромный диван 1 секция 2 секция 3 4 это пока что я вижу такой вот огромный диван задние части не меняются поэтому все аккуратно скобу надо извлекать нигде не порвать не покоцать до конца хотя он коцаны уже вот на углах там вот протертая но это можно натянуть вниз куда-то убрать но это уже при обивке вот короче задача сегодня разобрать этот комплект разобрать потому что приезжал дядька злой мебель его валялась под лестницей там в коридоре и он был недоволен во первых затянули видимо со сроками во вторых лежала мебель недоволен клиент где лежала мебель не не в хороших условиях так скажем это конечно загоны там где она лежала какая разница вот она же не в грязи где-то валялась вот так что соблюдайте временные рамки по поводу видосов но и забухать я пока не планирую пока работаю сегодня 1 октября вчера сейчас начальник приехал денежку выдаст так что мои любимые кредиторы ждите частичку сегодня переведу троим людям не все но частичку я думаю до 15 ноября я сквитаюсь со всеми долгами будет полегче смотрим видосы подписываемся на канал не забываем ставить колокольчик не пиши мне синий александр молдаващика не пиши мне что у тебя не приходит оповещение ставь колокольчик нажимай и будешь в курсе всех событий силам и хорошие подписчики спасибо огромное за просмотры за лайкосики за комментарии всем добра продолжаю работать ну и будут периодично сейчас как бы нечего снимать вот эти ускоренные видосики оставлю особо ничего не интересно просто вот как он выглядел старая ткань и посмотрим что заказал заказали я просто не представляю до какой степени нужно терпеть чтобы она вот она уже ткань кожаная стала мне кажется если ударить трещина как фанера стала ткань от грязи от жира от пота как люди живут вообще в квартирах я не понимаю до какой степени изнашивать надо мебель чтобы она превратилась вот в это ну и посмотрим на выходе что у нас получится все продолжаем так ну вот одну частичку разобрал угловой диванчик такие подушечки вставляются туда чтобы они не потерялись в кучку у меня два заказа 2 я сдал 2 разобрал ну один разобрал один разбираю основную основную спинку приготовил сейчас покурим будем разбирать сегодня надо разобрать постараться по максимуму блин капец сколько вот еще подлокотник нереально огромный сидушки вот эти вот сидушка от угловой секции я только спинки разбираю еще сидушки капец вот это закрывается газ я предполагаю даже не десять тысяч двенадцать как минимум должен стоить тот 8 марта угловой диван ну тысяч семь восемь и вот две кровати я сдал одна без тумбочек одна с тумбочками тоже где-то десятка вот тридцать тридцать я должен добить на этой неделе тогда быть нормальные заработки сейчас я вот сегодня получаю буду разговаривать по этому поводу не совсем на него устраивает заработок так мебели он давала работой не хочу хоть круглосуточно но это нереально это я мог делать 30 лет не особо продолжаю разборку мебели вот ребята покажу вам какие бывают халтуры вот видимо этой частью не пользовались клиенты набит синтепух синтепух то есть подушка слабоватенько а может быть это чинили я не знаю с чем это связано вот прям запхали туда чтобы подушка была попышнее такая вот халтура вот столько вот там напихана синтепуха гора еще не все вынул чем это было делать не знаю теперь какой-то мешочек найти мешочки для мусора сохранить пригодится набить подушки не халтурьте ребята лучше сделать все на берегу тем более клиент теперь будет за этой мебелью наблюдать практически онлайн вот она камера стоит прям сюда светит клиент недоволен значит хранением мебели и недоволен сроками уже два косяка за фирмой вот но если что-то накосячит мастер все эти два косяка сольются на него это у меня было пару раз такое очень тяжело вывозить такой базар ладно работаем глаза боятся руки делают ну вот заметил маленькое преимущество мне здесь повезло то есть и вообще не надо дербанить все вот эти подушки три подушки вот эти они снимаются все и спинка остается отдельно и и не разбирать немножко фортануло не ковырять лишнее